Две газотурбинных установки будут работать в пиковом режиме, компенсируя повышенные потребности региона в электрической энергии и мощности. Чтобы достигнуть нагрузки почти в 300 мегаватт, потребуется всего 18 минут. Для сравнения, на запуск угольного энергоблока требуется несколько часов. Поэтому новая газотурбинная электростанция будет очень мобильной и экономически эффективной. Она будет оснащена современным электротехническим оборудованием и максимально авторизированной. Борис Овчинников, главный инженер Новокузнецкой газотурбинной электростанции, рассказывает, что строительство идет по плану, даже с учетом того, что оборудование крупногабаритное и доставить его сложно. Например, статор генератора и турбогруппу пришлось ждать почти целых два месяца из Санкт-Петербурга. Груз негабаритный, расстояние больше 4000 км пока дошло. Были проблемы именно с тем, что для движения турбогруппы и статора необходимо где-то было перекрывать от участки железной дороги, чтобы его пропустить. Исходя из этого, так долго и шло. Главный корпус для установки турбинного и электротехнического оборудования уже готов. Сейчас ведутся работы по строительству административно-бытового корпуса, пункту подготовки газа и другим сооружениям станции. По плану, сдача готового объекта намечена на декабрь 2013 года. Новая газотурбинная электростанция позволит увеличить выработку электроэнергии в Кузбассе почти на 600 миллионов киловатт-часов в год. Естественно, такому масштабному предприятию требуются и новые сотрудники. Мы сейчас производим набор на 105 человек. Вполне возможно, что будет еще увеличение штатов. Станция новая. К сожалению, персонала обученного для работы этих станций пока нет. Будем обучать. У нас есть отучебные центры, есть смежные предприятия. Для Сибири, повторюсь, эта станция, как сказать, новичок. Но за Уралом станций подобных очень много. Несмотря на то, что в Кузбассе действует около десятка крупных теплоэлектростанций, наш промышленный регион по-прежнему является энергодефицитным. Ввод в эксплуатацию Новокузнецкой КТЭС решит проблему нехватки электромощностей на юге Кемеровской области, дав импульс к дальнейшему развитию промышленности и всего региона. Денис Новохадский, Оксана Зинкова, Александр Архипенко. Новости моего города. Новости моего города.